ну что антон как дела прекрасно хорошо перейдем к делу есть заказы для тебя нужно сделать кое-что очень специфичное я слушаю нужно сдать к четвергу понимаешь о чем я но ты же понимаешь что это сложная пластика и практически скульптура будет очень долго и дорого я смотрю в ребусы ты совсем не вкуриваешь хорошо давай по старинке хорошо я сделаю так аскель у нас срочный заказ на три странных изделия а тебе норму темных очках полумраке ходить а тебе норм гаечным ключом кругляк крутить ладно 11 что там по заказу смотри нам нужно сделать ничего не вижу палку для швабры короткой примерно 50 60 сантиметров или может быть лопатка саперной я не очень понял далее цепь костровую со сварными звеньями и таких закрученными ну ты знаешь ну и на сладенькое пресс папье в виде шарика с пупырями пупырями да как у глубоководный мид заказчик прям так и сказал ладно давай я сделаю палку и цепь а ты с пупырями разбирайся я в этих скракбукингах и френч пресс их путаюсь добро всем привет с вами канал кузнец велан да меня по-прежнему зовут антон его по-прежнему зовут аскель и пока не выветрился растворитель мы сделаем три странных изделия назначение которых нам пока не очень понятно и поэтому без лишних слов мы переходим к первому пункту нашей программы цепи в человеческой истории появляются одновременно с началом обработки металлов в начале это один бронзовый крюк используемый в хозяйственных целях несколько крюков очень быстро превращаются в первые цепи и начинают свой победоносный захват мира и умов человечества жесткие но подвижные звенья пригождаются везде с одной стороны цепи начинают применяться во всех областях хозяйства от костровых цепей до кандальных от якорных до цепи регулирующих подъемные мосты с другой стороны уже ко временам древнего египта цепи плотно входят в обязательный перечень ювелирных украшений из серебра и золота из бронзы а позже ближе к нашему времени из платины и разных сплавов цепь наряду с колесом считается учеными одним из самых важных изобретений человечества а мы просто любим их ковать происхождение слова цепь по крайней мере в русском языке еще интереснее она однокоренное слову цепь то есть смысл корня грубо что угодно соединенные с чем угодно на жесткие составные элементы чтобы стукнуть или скрипить а а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 И так мы повторили 4 раза И сейчас в соответствии с ТЗ заказчика надо скрутить звенья Но для этого мне потребуются вторые руки Антон, я изделяй! Молодец! Как думаешь, куда такую цепь короткую можно использовать? Блин, ну на самом деле там грузы переносить, как кастровую Не знаю, сливной бачок, чтобы там ниточку дергать Ну а еще если нарастить, то офигенное ожерелье получится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О-о-о, никогда так больше не делай! Сейчас нам надо сделать странное окончание ручки швабры Для этого я возьму 20 квадрат, пережму его по центру, растяну в разные стороны лопасти Сверну их в полутрубу, согну пополам Ну и в общем надо их будет одеть на деревяшку Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Железка готова, теперь ее надо присобачить к этой деревяшке Для этого мы сначала сделаем ее круглым, обточим на конус и соберем все это Странная саперская лопатка получится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Исторически первая пресс-папье это камень, положенный на разлетающиеся на ветру бумаги Кто в истории первым положил на деловые бумаги, остается тайной Название этого предмета, обязательного для письменного набора каждого настоящего олдфага Пошло от французского пресс-папье, но мой франце так себе Нажимать и бумага Это чаще всего полукруглый брусок с рукояткой сверху и с прикрепленным снизу листком промокательной бумаги Служит для промакивания написанного В настоящее время это приспособление можно увидеть разве что во время подписания договоров на высшем уровне Когда подписи глав государств затем осторожно промокают пресс-папье И да, случаи применения этого изделия в качестве подручного оружия во множестве описаны в литературе Практически наравне с канделябром Что я еще обязан рассказать об этом предмете, исполненном пафоса и куртуазности Я обожаю применять именно его в качестве боеприпаса для ракетки в Fallout Для того, чтобы изготовить наше пресс-папье, мне нужно сделать стальной шар Как я буду это делать? Я возьму вот этот прямоугольник стали ST45, осажу его в кубик После чего забью грани и катая на молоте, сделаю из него сферу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, наш шарик остыл, настало время разметить его и накернить в будущие посадочные места для наших пупырей Субтитры создавал DimaTorzok В шаре мы наделали кучу отверстий, пришло время под них сделать пупыри Ничего сложного здесь нет Греем, бьем, отрезаем Греем, бьем, отрезаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наконец-то, где тебя носит? Ты куда за ним ходил? Ну так табура нелегко добывается А что в сейфе не взял? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, наше пресс-папье почти готово. Мы интегрировали пупыри. И сейчас я расскажу вам, как мы это сделали. Мы просверлили отверстие 10-м сверлом, после чего вогнали туда прошивень квадратного сечения, примерно тоже 10 на 10. После чего, отковав шипы на конус, вбили их внутрь и зажали края получившегося отверстия. Зажав края, мы зафлюсовали все это бурой и заварили кузнечной сваркой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы выполнили наш странный заказ. Непонятно, для чего он нужен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аскель, а ты думаешь о том же, о чем я? Если ты о том, как это совместить, то да. Моргенштерн ведет свое начало из Уфы конца 20-го века. Что? Кто это написал? Дайте сюда нормальный сценарий. Романтическое имя «Утренняя звезда» принадлежит, пожалуй, самому мощному дробящему оружию, изобретенному человечеству. Самому несуразному и неудобному, самому беззащитному, но и самому поражающему и воображению, и даже рыцарь на коне в доспехах. Моргенштерн. Именно это слово переводится как «Утренняя звезда». Это внешне морская мина, а чем не звездочка, насаженная либо на палку, либо на палку с цепью. Кеттен Моргенштерн. Количество видов Моргенштерна зашкаливает. Разная длина, количество и величина шипов, разный материал, разная длина рукояти. Объединяет все эти виды одно. Круглая или заостренная шипастая голова этого орудия, врезаясь в цель, не оставляет ни надежд, ни целых костей. Принято считать, что термин Моргенштерн первым появился в Швейцарии и в XIV веке быстро распространился по Германии и остальной Европе, захватывая умы и села. Итак, каков был основной плюс нашей звездочки? Она пробивала все, ну, в меру годности своего изготовления. Щиты и тела, вражеские строи и доспехи. Двуручная цепная звездочка могла не просто поразить, а снести всадника с коня, а то и с конем. Любая звездочка наносила травмы, несовместимые со здоровьем. А вспоминая с некоторым содроганием средневековую медицину, лучше, если сразу жизнь меньше мучится. В чем же был минус этого оружия? Во всем остальном, при весе в 1200 грамм и много выше, управлять этим шипастым шариком на цепочке в строю было практически нереально. Носить с собой сложно, за все цепляется, того и гляди, обеспечит владельцу самовыпиливание задолго до боя. Щиты пробивает на ура и застревает в них с классической немецкой педантичностью. Впрочем, застревает практически во всем, что пробил. В общем, оружие одного удара, за то какого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Мы сегодня славно потрудились и сделали отличную выбивалку для ковров. Не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать наши видео. А мы будем, в свою очередь, радовать вас новыми и новыми свершениями. о комментариях. Мы хотим отдельно поблагодарить вас за адекватность и понимание. Мы считаем, что вы, наши подписчики, самая благодарная и разумная публика на Ютубе. Спасибо вам за обратную связь. Мы все учитываем, и это помогает нам становиться только лучше. Но не сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА